Боже, ты насти убой меня, грешного. Создавший Господи, помилуй меня, бесчиславец и грешил Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытилось и над земных Твоих благ. Не лишилось и небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дая им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. За молитву причистой Тебе, Матери и всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости, которые оказал нам и в этом дне. Да будет этот день благословения. Будь милостив к нам, управ жизнь в нашем Духе Твоем Святом. Благослови приезжающих и отъезжающих. И труд наш добудет полезным и безопасным. Уменьши сердце этого Максима и всех враждующих. И в судный день не помяни их безумия. Наставь их на путь евангельский. Тебе, Боже, слава за все отчетственность, Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христос. Спасибо, Христос. На рыбалку отправляемся. Игнат Тихонович, а вот такой момент есть. Почему? Вот под комментариями, я знаю, вы почти что много удаляете манкуртов там, матерящихся. А есть люди, которые без матов, но примерно тоже говорят, и вы их не удаляете нигде. Почему такое вот избрание, или как сказать? Не справедливо. Как говорится, любимчики. Ну да, да. Ну, присядем. Видишь, этот вопрос уже давно мне как бы задают. Ну, как не удалять, если он скверная. Если он забрел не туда. Сядь поближе. Он не туда попал. И надо ее отправить по своему адресу. Тут так понятно, почему я удаляю в первую очередь. Главное, это удаление на моей стороне лежит. Модераторы не всегда могут. Они договорились. Вот сегодня мне скидали. Скинул один там. И говорит, у вас вот на таком-то там материке, материке, материке. А я и не знал даже. Уже не один раз мне это. Я прошу показывать. Ссылка в волшеберном дарил и сразу туда. Не по названию. По названию мне искать некогда. У меня времени нет. У меня 3-4 часа сейчас утром уходит на почту. На компьютер. Только представь себе. Ну кому я вот эту льготу даю? В кавычках льготу. Я не оправдываю сам себя в этом вопросе. Надо было бы, может, их вышвырнуть. Это люди, которые приняли у нас крещение. И я верю в особую благодать настоящего крещения с полным погружением. И считаю это временным заблуждением, помрачением ума. Паморок называется. Я могу назвать людей, даже если кто-то интересуется, кто такие. А я знаю, что называть опасно. Они сейчас через них попытаются подбить. И мне придется с этой своей установкой остаться. Я тогда их. Ну если он сквернословит. Могу назвать только некоторых. Которые явно были против. Вот. Сколько писал роман. Он еще не увидит роман, который здесь был, малыш-то. Про меня говорит. Ему не надо, у вас же не важно. Там демон лжи. Я бы с первого дня сказал. У тебя одержимость бесовская. Демон лжи. Ну а почему его не убираете? Вот. Игнатий, девятик. Или ролик ставит. Игнатий, а нафиг. Я не комментирую ничего. Я просто молюсь. Мне его жаль. Мы с ним хорошо поработали. Во всех отношениях было все нормально. Он причастливался. Через неделю полностью с катушек съехал. Начал и батюшку там, и патриарха, и все антихристы. А сам не прописан, тут и гражданства нет. Ясное дело, что пришлось выправлять это дело. Пять лет он не должен приезжать. Теперь ему уже выдали справку. И он не полезет. А почему? А тюрьма? Ну приедет он не в Россию, а в тюрьму. Это ясное дело, что это его удерживают. И он сейчас, где что не найдет, какое-нибудь пакостное такое. Ну и я. И при том ложь, стопроцентная. Он сразу мне скидывает. Я скажу, посмотри, какой ты есть. Я не такой. Я не могу отвечать. Почу время для тратить. Еще раз повторяю. В настоящий момент, сегодня, на 29 августа 2017 года, среда, у меня 12 350 роликов. Ни чужих, своих. Я думаю, в интернете ни у кого столько нет. Вообще нет. Я уже беру такие, как Андрей Кураев, там, 750 и все. Олег Стеняев, там, 1200. Все время Ткачев выступает, там, 1700. Ну, это уже понятно, что... Да какие родители. Они сидят на одном месте, беседуют, или по телефону, как Дмитрий Стернов. Но, говорит, он никого не показывает. Я показываю, с кем я разговариваю. Какие приезжают люди. Начальник уголовного розыска. Поймали воров. У меня живое все. И в людей это не вмещается. Почему? Они чужие, забрели не туда. Ну, не туда. Он зайдет в церковь и... И так, говорится, сделать то, чего делать нельзя. Когда нападает, напали на Никиту Сергеевича Хрущева. И не кто-то, а Лос-Анджелес, и мэр города. И все это сегодня выставлено. И когда спросили, как вы отреагировали, а что вы отреагировали-то? Он против меня надувался, хотел пер, но обострался. Это, говорит, премьер-министр. И сегодня так все и показывал. Так и эти. Я могу эти слова Хрущева к каждому. Я их не знаю. На их ресурсах я не бывал. Нигде не выступал. А они каждый день меняют свое название. Я же вижу по словам, кто это такие. Вот вчера только от того, что такое-то, я говорю, я уже в этом ДС вижу. Поэтому они поняли, ты потерянный. Ты для них потерянный сегодняшнюю ночь. У тебя сегодняшняя ночь, если вот такие люди будут так выходить туда, у тебя легко пойдет на восхождение. У тебя сегодня просто утром заметно, я вижу, радостное лицо такое, быстро носит воду. А это раба нашел. А это раб его. За стол у нас попадает то, что вырастет сами. Раб его. Раб никуда не может поехать. Денег нет. То это все свое есть. Постель своя. И движение в любой момент может сесть и уехать. Чего я не советую пока тебе. Сегодняшний этот выставник, который как переломный момент. Я Романова не трогаю, не комментирую ничего. А Никита Колесников сейчас переменил так отношение к вам и начал там такое говорить на батюшку. А я как бы не слышу. Я молюсь за Романа каждый день. И ночью я верю в силу молитвы и связи с Богом. Вот и все. Вот был у меня тут Виталий Колесников. Это кто такой? Ну я пока. Ты пока. Ты уехал. Это когда? В каком году было? В 16-м. Я тебя выгнал отсюда. Выгнал просто. Перед преображением. Да. Выгнал. Я думал, вот сейчас преображусь. Местное ГКЧП. Они же в 19-м году. Я спрашиваю, как Виталий? Я говорю, что положительный он ни разу, нигде отрицательно не выступил. Ему открыты двери. Он может приехать. И над ним может трудиться. Ну конечно, у меня подход реальный. Люди, которые говорят, они ни над кем не трудились. Ты никакой им не нужен. Кому ты нужен такой? А теперь, когда стали, смотри у Никиты какие изменения. Ну видит, какой приехал, уехал. Он там начинает свидетельствовать. Какая там группка у него образуется. Где-то едет, говорит. Его уважают люди, прям чувствуются. Ну вот понятно. Это, говорит, школа. Школа Игнатия прошла здесь. Я Никиту не удаляю. Вот он здесь был, говорил. Я ему покажу, где он заехал за край. Но я его не трогаю. Да, действительно, Роман много помогал. Ну, не мне, а там, где мы работали вместе. С ним легко работать было. Приезжал там, бульдадериста относил, отвозил. Вот такое дело. Вот я тебе двоих уже назвал, которых я не трогаю. Еще могу сказать такое. Выступает Александр Андрусенко. Такое там, это где-то там. Вот у вас такие бессовестные женщины. Там что, что Никита увидел, когда они наклоняются. А он, видимо, видит его, как козел на казушек залажен. Больше никак нельзя понять. Я никогда его не трогаю. Никогда. Я понимаю, что он дурит, балуется. Он очень добрый человек. Очень щедрый. И он принимал здесь крещение. Один из них, это Максим Степаненко. Отношения резко изменились. Он на меня говорил, где против. А вот где-то, где-то что-то. Ну, как он понимает, так и понимает. Надо понимать, что человек в другой системе находится. Тем более, против чего я воюю. Миссионерские отделы нельзя создать. Это самый страшный обман сатаны. А отделы, миссионерские, никак. Певческие, благотворительные, благовестнические можно создать. А миссионерские нельзя. Это труд Духа Святого. Они ничего этого не понимают. А он в этой системе находится. Но вы ему говорили, он все считает. Все считает. И его выступление, я говорил, что я там говорил, называл шпанай, ходу патриарши и прочее. Эти слова. Вот видите, вот он как. Я его тоже не удавляю. Я могу их называть, сколько таких людей. Он добрый очень. Умница такой. И мне зачем его? Ну, сказал, сказал. Где-то правильно я посмотрел. Посмотрел-то, тут он рассуждает. Так, а он там завойнул, а я против. Ты тоже вояка. А он ходил, говорит, у меня дочери они, да я бы тоже испугался. Но он в системе, где проповедуется война. К сожалению, он принимает вот этот новый документ, принятый собором 2017 года, о канонических аспектах церковного брака. И он принимает вот это все. Я согласен не буду. Ни одного слова, никакой концепции блударь не принимает. Блударь не принимает. А блуд приравнять к святости. Да это же он говорил. Как называть женщин, которые в одиночку наживали детей? На вторую букву алфавита. Я ему пишу, так почему? И он говорит, а почему нет, это приняло церковь? Вот, ты о нем сейчас договори, а я дальше говорить еще не буду. Нет, ну я... Я не только не пишу, но и не говорю. Я тебе буду называть людей, которые говорят, и я пишу, я бы убрал. Другой ты говорил, а их я не трогаю. Хотя у него очень хорошие статьи у Степана есть. Очень все хорошее. У Луниса, я тебе ответил. По этой теме. Я несколько смотрел, этот Хорольский, Симон там по горам поет, ходит где-то. Он к нему там вошел, а они там вместе. Вот это еще не отвечаете где. Симон Хорольский, на какое к тебе отношение? Никакого я посмотрел, он мне понравился, но занимается не тем. Ролик выстоит, и сразу луку продают. Знаете, я не могу больше составить, не на чем. Составлять ему нужно деньги. После каждого ролика рука протянутая. А если я буду протягивать 12 тысяч раз, 350, что это будет? Обогатитесь. Да вот разве столько времени тратят, чтобы мне на книгу какую-то я 50 лет готовился. 50 лет писал, а теперь опубликовал. То у него ничего нет, идет по горам, там жена идет, ребенок бежит. Ну все такое легонько-легонько. Вот женщины идут поют, или мужчины там в галстуках стоят, где-то на гаде поют. Как будто к Богу ближе. Я не касаюсь его. И трогать его, да за что же? Мне спрашивают, а что о нем теперь отзывы не даете, имеете? Я только молюсь, каждый день. Зашел этот Леонти, 50-й, который меня в Америке умеет, вернулся. Который говорил, надо все уничтожить. Если челюсть, все стороны убрать. Ну все, которое не твое, убрать. Все, я его не трогаю никак. Он не появляется, но я знаю, что он заходит. Я называю людей, за которых молюсь. Да, я разъяснил один-два раза. А Герман и Стерли говорят. Разрушитель. С большой буквы. Обмачивый, с большой буквы. Вот и все. Грабанул деньги, миллион, а теперь приманывает, он никому не дает. Я о нем молюсь. Об Александре Невзорове каждый день молюсь. Это сообщение с ними какого-то шеи. Кто он умница, столько полезного можно было бы взять. А у Герман-то ничего этого нету. Так, пустомерит и все. Но я молюсь за него. Вот и весь ответ. Вот раз, что там еще? Комментарии я иногда напишу. Да, а почему вы на комментарии-то не отвечаете? Вот и я вам писал, и многие пишут, и какие-то разные вопросы задают. Да, не дают. Потому что в роликах все сказано. А вы мне конкретно, я вам посылаю, где вот написано. Мне времени не считать надо, там буквы много. Зачем оно нужно? Ну ничего не надо этому человеку. В роликах моих отвечено все. Это люди понимают. Заходит женщина, там Юлия, там есть старца, какие-то. Считает, вы маленько это считаете. И вы поймите, в какую эпоху живете, с вами какой жил человек. Они это видят. Это не мое. Повторяю, не мое. Еще, от чего я могу отвечать? Ну, отвечаю редко. Мусульманин зашел, а как насчет свинины у вас? Почему нельзя есть? Я тогда отвечаю. Или спросят книги, как можно приобрести. Тоже отвечаю. И бывает, запасают, как потеряешься, можно не поселиться. Я отвечаю. Только православному не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Пять качеств. У которого есть. И своими силами, своими средствами может построиться. Тогда я им отвечаю. Чтобы молодые были с детьми. Одиночных не принимают. Вот, в общем, контур весь. В это что я сказал. Но новый ролик, новый человек заходит и просит. У меня дети, хорошие, там, все английский язык знают. Но английским языком тут не построишься. Тут нужны деньги. Тут нужна умение. Должна быть мужская крепкая сила. Чтобы женщины работали на огороде. В первый год, чтобы себя уже обеспечили всем. Это нереально, Игорь Тихонович. Нереально, да? Нет. Я не знаю. Вот барабаш только держится. А остальные, я смотрю, ну кто. Как? Ну, Андрей, что ты скажешь об Андрею Устинове? Андрей Устинов, так это клан целый. Вот. Вот их мама, папа. Вот он, его семья. Вот тут еще Алексей. И тут еще Иосиф. Целый клан. Вот еще вы тут. Вот и надо думать об этом. Это клан. Детей-то много, когда они друг другу помогают. Вот вы слышали, там, крыша сгорела кому-то. Они сразу там, туда, и все, вернулись домой, крыша уже на месте. Клан. Вот у меня здесь трое. Алексея Сиськову надо было дровать, он только позвонил. У меня занятые люди. Но я сразу все отменил, завтра же все поехали. Проверил вас. На троих поехали, четыре колунаты, пятые. Кстати, да. А еще второе еще, как говорится, 12 апостолов, а там 70 апостолов. То есть еще и в Корчино, дальше Ореол идет вашего клана. И дальше, и дальше, и дальше. Дальше. Как тут не жить-то? Так, а человек, который вот такой, вот приезжает сюда. Но бывает уезжает совсем от него независимые причины. Вот Серафима. Ее сын приехал, Демитрий Устинович, с женой гречанкой. Марина Демастяновна. Демастяновна. Но построил дом. Развели около ста свиней. В огороде все растет. Все у них есть. Вреди бедишки, один за другим, так как. Как зуб заболел, поехал, батюшка говорит, уже готовлю купель. Зуб заболел, вроде бы, из-за зуба поехал. А на самом деле-то рожать. Уехали они. Уехали, потому что родственники живут там. И сильные звали, им там дали квартиру и проще. Но потеряю-ка, с ними уехала. Так что сказать, что вот только те, которые вот так-то, это не так. Не совсем так. Бывают у человека какие-то неурядицы, что-то, как-то. Но он поднимается. Возьми, посмотри, Женя Анчук-ляк. Какой дом отгрохал. А из-за чего? Коров держит. Каждую неделю молочный варнол везет. У него все есть. И гараж. И ребятишки здесь. И сама она в школе преподает. Закончила училище, кажется, педагогическое. Потом институт все заочное. Людмила, ты понимаешь, как огонек горит. Она одна цветащит. Вот представь себе. Была у меня в лагере. Она была и сын ее, Вовка. А он такой, поспать не будет-то. И утром на гимнастику уже стоим. А я вижу, его нету. А где Вовка-то? Ну, она-то ж в другой стороне спит. Женщина, три келья рядом-то. А она к нему в келью. Он под подушку залез. Его там нету, в углу. Она его оттуда вытащила. А надо утром идти, где костер, там у нас колодец есть. Обязательно идти. Хоть кружку воды принести. Вернусь оттуда. Гимнастику сделать. Утреннюю молитву, и тогда только на завтрак с восьми. Она его за руку, ни с кем не разговаривает. Люда, куда она, никаких за руку, голоком его, бегом-бегом туда. До колодца добежала. Вот это уже не надо-то. Гена то ли пощерпнула, или чего, мигом прибежала. Становись, руки его, давай гимнастику. Рукой валю. Маленько, несколько раз-то. На молитву. Ну, или ты, за стол успела. Это вот, она такая и есть. Я ее с собой взял в поездку. Она такая была, воевая-то. Мы в Москве стоим на Красной площади. Куранты пробили, часы. Ну, мы стоим в этой зельничке. Я никогда туда не спускался, где лежит этот таскудный убийца. Как говорится, в облах. Вот. А это идут солдаты-то. Вот так вот. Она от нас оторвалась, и к ним туда, и за ними пошла девчонка. Вот это было, да, на Красной площади. Я за ней, там не подойдешь. Она рванула за этими главными мушкетерами страны. Что ж ты делаешь? Она не разговаривает. Ей нравится, как они ходят. Вот, я тебе к тому добавляю. Это не нашего клана. Какое-то чудо Божие. Чудо Божие. И мы должны признать, что да, это чудо Божие. А возьми одинокая женщина. Вот она живет рядом. Любовь Минаева. Одна. Она одна приехала, и она сейчас живет. Приехала, кажется, две коровы. А это надо все заготовить. Гусей ни у кого нету. У ней. А тут 13 гусей. Да, этих 5. 18 гусей. А раньше у нее еще было один на два табуна. Только шесть пород куриц разные держала. Курицы разные породы. Там не перья, говорит, а как взрыв на макаронной фабрике. Вся она вот такая вот курица. У нее все есть. И индюки, и хозяйство, и огородчик. Она все время в работе. И не скажешь, что она исхудала. И рот пчел прилетел, и поселился у нее в подполе мед. Она к матушке за ульем, сама на тележке привезла, поставила мед. Молоком и медом течет земля. И кто бы ни пришел, она старшая сестра. Нет. Она, кажется, старшая сестра есть у нас в потерябке. Женщина, когда приезжает, даже думает, приедет. Надежда Васильевна тут как? Мы не можем болеть к ней. Она тут же. С нами прекрасное отношение одна. Так что... Ну, это исключение. Исключение, да. Вообще исключение. А возьмет, я тебе скажу. Ну ладно, не Анилова, не... Она приехала больная. Муж парализован, почти в аварию попал. В этом домике был Золотова. Золотова была, Вера Федоровна. И она какой домик построила, она потом уехала. Уехала там, ну, причина какая там, дети или что-то там где-то. Здесь вот были моя сестра, вот где мы сидим. Дети кто-то в Томске. А потом второй ребенок учатся в университете. Они подумали, туда переехали все. Вот он, ее сын Марк, женился на Барабаше Маше. Так что, видишь, у каждого по-разному. А бывает, приедет человек полным табором, готовый дом. Все ему дали, как прижал Жалтухин, отец Александрович. И нигде не работает. Дети рождаются, было семь лебедишек, сейчас 12 что ли. Ну, каждый у них человек по-разному. Желание, если было, у него не было. Телок дали, стельное. Одного на кресне. Две коровы дойные было. Он их залезал, никому не сказал. Стельное. И с овечками так же он поступил. И дерево, одна красота была среди ветлы, росла одна береза высокая. И ее спилили. Он ни гвоздя не забил нигде. Картошка сколько-то выросла, остальную под снег бросили. А нам хватит. Хватит на сколько? На месяц? При такой-то семье. Такие люди были. Конечно, он уехал. Ищем ей никак. Это его дело. Его выбор. Ну, конечно, вот приехал человек. Но у него должно быть что-то. А что-то у него нету. Вот Надежда Васильевна и Нина. Она одна, без мужа. Но один сын живет, Сергей. Вот Нина Васильевна. Помогает. У нее был брат Владимир. Вот здесь упала окна вверху. Рамка того все делала. Владимир. И одна она живет. Приезжает сын второй в Германии. А вот этот Сережа здесь. Сашка это ее внук. Вот я тебе показываю, что приезжает даже один и может. Но мы разрешили к нему. Она жила рядом. В Корщино. Она все перевезла. Мы ее знали. И, конечно, ей помогает. Вот дрова надо было перевезти. Батюшка на тракторе туда-сюда к ней. Она вот сейчас подговаривает Володю. Что упасть, когда она с мужчином будет водиться в Барнамуле. Но я вам помогу картошку копать. Картошку покопать? Я прошу остаться. Мы начнем копать примерно с числа 8-го, может быть. В сентябре. Я с Сережей больше говорю. За сколько? За три дня мы должны все осилить, огород прибрать. Я копаю. Билана, она склоняется, когда он... Что спрашивает-то? Калека операции, да еще две грыжи на позвоночнике. Все на этом. Ну вот, когда вы на тот свет представитесь, все тогда... А миссионерство по этой причине? Все миссионерство и кончится, Игнат Ильич. Ну, Бог его знает. Вы согласны с этим? Не знаю. Я не думаю так. У Бога... Знаешь, убивали Степана. Все, миссионерство кончилось. А тот, который участвует в убийстве, будет несколько раз выше его. Так что... Вот мы пришли, а не Анила Александровна Глушкова и говорит, вот вас, батюшка, не боится. Что мы тут будем делать? Я говорю, еще лучше пойдет. Потому что главное, это было зарегистрировать общину. Главное, провести электричество. Школу, главное. Это все главное, и там не было. Храм построить, главное. Теперь все есть, я готова это. Теперь несравненно лешит. Колодцы выкопаны. Дорога сделана. Пруды заправлены. Да представляешь, какая работа проделана? Я это делаю не в карман себе. Как Степаненко там, там один начал ДС, говорит, это гуру, гуру. А гуру это учитель. Это похвала. Но оно к нему подойдет. А вы где видели, что гуру? Залил миллион земли, да, с твоими двумя блаженами. Потерявский-то не участвует в этом-то. И те заболтают. Ну, он слышал, они ничего не знают. Подлые-подлые эти ДС. Ни страха Божия, ничего нету. Я еще могу сказать. Взламывает наши ролики, 9 роликов. Выискивает. Ну, все. Да, спасибо, Христос. Аллилуйя. Мы с Сергеем прохали на любом-то там все переменить кое-что. Давай, уберем.